Добрый день, уважаемые коллеги! Большое спасибо за то, что пригласили меня поделиться своими мыслями по поводу того, безопасно ли снижение холестерина до очень низких значений. Действительно, вопрос очень важный, поскольку мы знаем, в медицине ничего не бывает бесплатно. Если мы не платим за это деньгами, то, по крайней мере, что-то мы должны при этом получить не очень хорошее, о раскрытии интересов. Сегодня огромное количество информации, которая сваливается на глаза, уши, мобильные устройства наших граждан, в том числе и врачей, где написано, что холестерин – это самая большая афера 20 века, что это выдумка, на самом деле это происки фармкомпаний, которые зарабатывают на этом гигантские деньги. То, что они зарабатывают гигантские деньги – это правда. А вот в том, что это афера, я с этим не совсем согласен. И попробую рассказать, почему все-таки мы должны сегодня стараться снижать холестерин и безопасно ли это. Поэтому вот правда и заблуждение, если в интернете набрать миф о холестерине, то вы увидите, что холестерин чуть ли не главный убийца наш. Хотя сегодня утром Сергей Анатольевич рассказывал про алкоголь, но алкоголь приятнее, конечно, чем холестерин, но тем не менее снижать надо и то, и то. Это очень известная статья, которую написал в том числе Юджин Браунвальд в 1991 году. И они вот назвали то, что вы прекрасно знаете, вот эту схему, последовательностью событий, которые происходят у сердечно-сосудистого пациента. Потом какой-то нехороший человек это все назвал страшным словом «континуум», и мы до сих пор говорим про «континуум» каких-то сердечно-сосудистых событий. На самом деле это просто последовательность, которую мы все прекрасно знаем. Но самое главное, что все начинается, безусловно, с факторов риска. Это артериальная гипертензия, курение, мы знаем ожирение, сахарный диабет, резистентность к инсулину и так далее, и так далее. Это все приводит к атеросклерозу, либо к гипертрофии, изменению кардиомиоцитов. Затем у пациентов развивается ишемическая болезнь сердца. Это приводит к ишемии миокарда, которая может проявляться в виде стенокардии, в виде острого коронарного синдрома, в виде гибернированного миокарда и так далее. Потом, к сожалению, у части пациентов развивается тромбоз коронарных артерий, что приводит к инфаркту миокарда. Значит, это приводит к снижению сократительной способности, либо к аритмиям и смерти. И потом происходит ремоделирование. Вот тогда как раз зарождалась эта концепция ремоделирования, то есть изменение структуры сердца и его анатомии, которая приводит к дилатации левого желудочка, затем к застойной сердечной недостаточности. Ну, здесь тогда они это называли, это как критическая сердечная недостаточность. Мы сегодня называем как выраженная сердечная недостаточность, поскольку сегодня у нас есть очень много возможностей это лечить с помощью новых препаратов, с помощью устройств, которые замещают левый желудочек, трансплантация сердца и так далее, и так далее. И вот что очень важно, если говорить про атеросклероз как один из ключевых звеньев вот этого, не побоюсь этого слова, континуума, то, конечно, мы должны вспомнить, что главной причиной атеросклероза является холестерин и попротеин в низкой плотности. Это очень важно понимать, об этом очень важно помнить постоянно. Почему? Потому что он участвует практически во всех стадиях формирования атеросклероза. К сожалению, практически у всех недокторов и многих докторов есть впечатление, что атеросклероза – это как бы осадок холестерина, который выпадает на внутренние стенки артерий, но примерно как, допустим, сахар или соль выпадают в стакане, если мы туда насыпем много, соответственно, сахара или соли. На самом деле нет, атеросклероза – это процесс, который развивается внутри сосудистой стенки. Ведь для того, чтобы он начался, вот эти частички липопротеина в низкой плотности должны каким-то образом попасть туда. То есть они должны, скажем так, пролезть через эндотелиальный слой. Соответственно, первое, с чего начинается атеросклероза – это эндотелиальная дисфункция. Это нарушение целостности вот этого монослова эндотелия, который отделяет кровь от всего организма, выполняет барьерную и много других функций, в том числе эндокринную, экзокринную и так далее, и так далее. Так вот, сам по себе холестерин и липопротеин в низкой плотности уже вызывают эндотелиальную дисфункцию. То есть как бы сам себе он открывает дорогу для того, чтобы попасть в средний слой. Но затем этот процесс продолжается. У пациента появляются жировые полоски, поскольку… Нам несут пепитр. Поскольку холестерин, липопротеин в низкой плотности и макрофаги начинают формировать пенистые клетки, это гладкомышечные клетки стенки сосудов, которые начинают поедать эфиры холестерина и начинают поедать липопротеины. Они не приспособлены к их перевариванию, поэтому эти эфиры холестерина вспениваются в клетках, клетка значительно увеличивается в размере и начинает расти бляшка, усиливается формирование этих пенистых клеток. Часто из них гибнет. Их содержимое выходит во внеклеточное пространство, и этого содержимого там не должно быть. И начинается асептическое воспаление. Как только начинается воспаление, туда попадают клетки воспалительные, это макрофаги. Попадают туда макрофаги, и вот эта бляшка растет, растет, растет. Сначала она растет эксцентрично. Опять же, многие думают, что бляшка растет внутрь сосуда. Она сначала растет кнаружи, если говорить о коронарной артерии, поскольку давление внутри всегда выше, чем в средостении. Когда она достаточно большая, она начинает попадать уже, уменьшать просвет сосуда. И там потихоньку происходит некроз вот этих пенистых клеток. А пенистые клетки – это гладкомышечные клетки стенки сосуда, которые поглощают холестерин. Соответственно, в тех сосудах, где нет гладкомышечного слоя, это тонкие сосуды, например, капилляры, там атеросклероза быть не может, поскольку там только эндотелиальный слой и адвентиций. Там нет мышечного слоя. Но, тем не менее, происходит некроз, эта бляшка растет, и в какой-то момент покрышка этой бляшки, которая отделяется, держимая вот этой бляшки от крови, надрывается под воздействием различных факторов. В первую очередь, это протеолитические ферменты, которые выделяются макрофагами. Они должны все растворить, чтобы потом все это потихоньку съесть. И вот в том числе они растворяют эту покрышку бляшки, и бляшка становится нестабильной. И затем происходят эпизоды небольшого тромбоза пристеночного, эндотелизации, и бляшка начинает быстро-быстро расти, при этом активно вырабатывая большое количество воспалительных цитокинов и так далее. Высокая концентрация вот этих липидизированных макрофагов, тонкая покрышка, некротическое ядро, активация каскада коагуляции, агрегации тромбоцитов. Все это вы прекрасно знаете, особенно сегодня мы говорили уже очень много об остром коронарном синдроме. Это, собственно, является патогенезом острого коронарного синдрома. Когда бляшка суживает просвет сосуда на 50-60-70%, у пациента появляется стенокардия. Если это происходит быстро, это острый тромбоз, то у пациента возникает острый коронарный синдром. Это следствие дестабилизации бляшки, полного перекрытия просвета сосуда тромбов. Если это в коронарных сосудах, то это острый коронарный синдром. Ну, так редко бывает в периферических артериях, хотя бывают тромбозы. В сонных артериях микротромбозы чаще всего эмболизируют и вызывают ишемические инсульты. Поскольку не бывает практически полного тромбоза сонной артерии, обычно током крови эти микротромбы улетают в голову. И вот очень важно, что на каждом из этих этапов, я показывал, присутствует воспаление. И, собственно, это не холестерин и не бляшка, которая вызывает все эти события, а именно воспаление. Поэтому если мы каким-то образом сможем снизить активность воспаления, то, безусловно, мы сможем снизить вероятность и прогрессирования атеросклероза, и вероятность каких-то острых событий, которые, к сожалению, заканчиваются плохо. Вот очень интересная статья 2015 года, где провозили радионуклидное исследование макрофагов и предшественников прогрессионных клеток при атеросклерозе. Это человек. Они делали на кролике, на мыши и на человеке. И мы видим, что вот эти бляшки, которые определяются по компьютерной томографии, сангиографии, и эти бляшки активно накапливают тор-Диоксиуглюкозу при позитронно-эмиссионной томографии с 18-тор-Диоксиуглюкозой. Более того, мы видим, что все кости активно накапливают глюкозу. Это маркер воспаления. Обычно мы знаем, что это маркер онкологического заболевания, либо метастазов, поскольку онкологические клетки тоже потребляют много глюкозы. Но это пациенты без онкологического заболевания. Мы видим, что у них во всем организме вдруг активно начинается воспаление. И примерно такие же результаты были получены у онкологических больных, которые в силу необходимости и поиска возможных метастазов каждые три месяца проходили позитронно-эмиссионную томографию. За много лет какие-то из них переносили инфаркты, и когда ретроспективно стали оценивать их позитронно-эмиссионные томограммы, оказалось, что у них воспаление в области дестабилизированных бляшек появлялось намного раньше, чем эти бляшки лопались и вызывали острый тромбоз. Ну и очень важно, конечно, это другая статья, тоже 2015 года. Мы видим, что позвоночник начинает накапливать активно глюкозу пациентов за несколько дней или недель до инфаркта миокарда. Вот аорта, и что очень важно, селезенка, как главный такой орган, который как раз и накапливает в себе моноциты, которые впоследствии становятся макрофагами. Поэтому, опять же, холестерин липопротеинов низкой плотности участвует во всех стадиях формирования бляшки. Но самое главное, что он поддерживает активность воспаления в этих бляшках. Поэтому нам важно не только снизить концентрацию холестерина в крови, концентрацию липопротеинов низкой плотности, нам надо обязательно подавить активность воспаления. Сейчас мы посмотрим, связаны ли эти процессы друг с другом. Вот очень интересное исследование, довольно старое, 1995 года. Это метаанализ причин острого инфаркта миокарда. Мы знаем, что чем больше инфаркт миокарда, тем меньше был стеноз бляшки, в области которой произошел тромбоз. Обычно 90 или 80% бляшки не вызывают больших инфарктов, они вызывают стенокардию. А большие инфаркты возникают в бляшках, которые сужают просвет сосуда на 30-40%. Это прекрасно показано здесь. В большинстве случаев мы видим, что степень сужения артерий была меньше 50%. Это артерии, в бассейне которых развивались крупные инфаркты. А почему так возникает? Потому что в этих сосудах активное воспаление. Жидкое липидное ядро, большое количество макрофагов, некроз пенистых клеток. И таким образом это все стимулирует дестабилизацию бляшки, развитие воспаления. Поэтому стал вопрос, можем ли мы использовать противовоспалительную терапию, чтобы как-то улучшить результаты лечения наших пациентов с ишемической болезнью сердца и предотвратить у них развитие острых коронарных или острых сосудистых катастроф. Это очень интересный обзор 2014 года. В частности, Томас Люшеров написал и Пол Риткер. И они привели вот эту схему, которая показывает, как огромное количество различных провоспалительных и противовоспалительных цитокинов участвуют именно в развитии сосудистых катастроф и в развитии, в частности, острого коронарного синдрома. И здесь, конечно, основной роль отводится интерлекину-1-бета, на которое можно воздействовать. И у нас сегодня есть эти результаты, я их покажу. Самое интересное, что тогда уже было понятно, что ингибиторы PCSK9, то есть вот этого фермента пропротеин, киназа, цирктилизин, кексин 9-го типа, может снижать активность воспалительных и провоспалительных цитокинов и таким образом понижать общую активность воспаления в организме и также активность у пациентов с наследственной гиперхолестериномией. Чтобы не задерживать, не буду на этом подробно останавливаться. Если мы посмотрим уже от теории к практике, какие главные причины инфаркта миокарда. Вот воспаление такая вещь общая, да, мы знаем, что оно есть. У многих пациентов есть другие причины воспаления, скажем, системные заболевания соединительной ткани, ревматоидный артрит и так далее, и так далее. Вот если посмотреть на факторы риска развития инфаркта миокарда, по данным исследований InterHard, в которые вошли данные, полученные у пациентов из 52 стран, на первом месте это дислепидемия. То есть дислепидемия – это самая главная причина инфаркта миокарда. Ну, в данном случае она определялась как соотношение АПУ-БЭК к АПУ-А1. На втором месте было употребление табака, психосоциальные факторы. И мы сегодня утром слышали из замечательного доклада Сергея Анатольевича Бойцова, что тахикардия оказалась одной из самых главных причин смертности нашего населения. А почему? Вот эти психосоциальные факторы – это стресс, это невысыпание. Вот я вчера читал большую лекцию в Воронеже. Почему кардиолог должен знать о нарушении сна у пациента? Потому что это приводит к активации сепатоадреналовой системы, и в том числе это проявляется тахикардия, которую многие пациенты не ощущают, и мы на нее не обращаем внимания. Потом уже идет сахарный диабет. Это тоже воспаление. Потом артериальная гипертензия. И потом ожирение. Хотя вот Сергей Анатольевич говорил, что ожирение – это очень важный фактор. Он, безусловно, важный. Но если у пациента диабет, он курит, и у него высокое давление, наверное, этот пациент будет иметь избыточную массу тела. Ну или наоборот. И мы знаем, что ожирение является очень большим и важным фактором такого хронического воспалительного процесса в организме. Но вот здесь я уже показывал про дислепидемию. Не просто дислепидемия, а именно высокая концентрация холестерина, липопротеина в низкой плотности ассоциирована с высокой сердечно-сосудистой заболеваемостью и смертностью. Известнейшее фрамингемское исследование, про которое, я уверен, все из вас слышали. Вот его данные приведены здесь. И мы видим, что чем больше холестерина, липопротеина в низкой плотности, тем больше смертность. И другое исследование, тоже эпидемиологическое, то же самое. Смертность у пациентов с ишемической болезнью сердца напрямую зависит от того, сколько у них в крови холестерина. Если перейти к нашей популяции, к российским пациентам, исследование СРФ, возраст пациента был от 25 до 64 лет. К сожалению, это люди, которые чаще всего в нашей стране переносят инфаркты, в том числе и летальные инфаркты, поскольку у них в силу молодого возраста как раз стенозы коронарных артерий меньше 50%. Опять же, главный фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений – повышение уровня холестерина. Потом идет избыточное потребление соли, недостаточное потребление овощей и фруктов, ну и так далее, физическая активность, давление, ожирение и табакокурение. Немножко более другие данные, чем в исследовании Интерхард, но опять же, на первом месте – это повышение уровня общего холестерина. И мы с этим ничего не можем сделать. Стоит вопрос, а если мы будем его снижать, будет польза? Вообще, все, что мы делаем в медицине, обычно имеет форму U-образной кривой. То есть до какого-то момента то, что мы делаем, приносит пользу, а потом это начинает приносить вред. Что бы мы ни делали. Если мы лечим гипертензию, мы снижаем давление до 120 на 80, это хорошо. Если давление мы снизили до 90 на 60, наверное, не совсем хорошо. Мы лечим тахикардию, мы знаем, что 60-65, замечательный ритм. Если его мы снизим до 30, то тоже будет не совсем хорошо. Может, то же самое с холестерином. И оказывается, это одна из немногих ситуаций, когда действует закон «чем меньше, тем лучше». Знаете, вот Сент-Экзуперин написал, что в действительности все не так, как на самом деле. Вот это одна из немногих ситуаций, когда в действительности все именно так, как на самом деле. Чем ниже холестерин, причем неважно, почему он низкий, потому что он у пациента генетически низкий в силу дефекта определенных генов, которые участвуют в его синтезе или метаболизме. Либо мы его снижаем с помощью фармакологических препаратов. Есть огромное количество различных групп. Неважно, абсолютно. Чем ниже холестерин и липопротеин в низкой плотности, тем ниже риск заболеть ишемической болезнью сердца, и тем ниже риск прогрессирования или осложнения ишемической болезни сердца с развитием острого коронарного синдрома, который уже является довольно серьезным заболеванием. Вот очень интересная статья, она вышла 12 сентября, буквально неделю назад, когда брали пациентов, довольно большое количество пациентов, почти 10 тысяч человек, у которых врожденный дефект вот этого белка CTP – это белок-переносчик эфиров холестерина. Таким образом, у этих пациентов неполноценны липопротеины низкой плотности, и поэтому они не могут, соответственно, накапливать сосудистые стенки. И вот оказалось, что у таких пациентов крайне низкий риск развития ишемической болезни сердца, развития атеросклероза, и что очень важно, они показали, что независимо от того, каким образом мы снижаем холестерин, и в частности, скажем, аповлипопротеин B, это в любом случае приводит к положительному эффекту. Это очень важно. Стоит вопрос, но неужели только положительные эффекты и должно быть что-то отрицательное? Есть огромное количество мифов о холестерине, о, скажем, снижении холестерина, в первую очередь связанных со статинами. Мы знаем, что низкий уровень холестерина вызывает рак, вызывает болезнь Альцгеймера, вызывает суициды, вызывает развитие сахарного диабета. Но, опять же, это мифы. А вот правда. Если мы посмотрим на этот график, частота нежелательных явлений в зависимости от того, насколько сильно мы снижаем холестерин. Инсульт не повышается. Заболевания, скажем, нейродегенеративные, в первую очередь это болезнь Альцгеймера, их количество не повышается. Частота несердечно-сосудистой смерти не повышается. Сердечно-сосудистая смерть значительно снижается. Злокачественное новообразование, да, вот статинный рак, это был вообще такой страшный лозунг, из-за которого многие врачи не назначали, многие пациенты не принимали статины. Количество злокачественных новообразований не повышается. Поэтому мы сегодня не имеем никаких, скажем так, предупреждений, чтобы не назначать пациенту терапию, которая эффективна и очень сильно будет снижать общий холестерин и главный холестерин липопротеидов низкой плотности. Но, соответственно, это нашло отражение в наших рекомендациях. Это рекомендации российского кардиологического общества, национального общества атеросклероза и кардиореабилитации, которые, скажем, несколько более агрессивны даже, чем европейские рекомендации. В частности, здесь написано, что у пациентов очень высокого риска целевого уровня холестерина липопротеидов низкой плотности, не 1,8, как мы привыкли раньше, а меньше, чем 1,5 ммол на литр. Или мы должны добиваться его снижения, по крайней мере, на 50%, если уровень от 1,5 до 3,5. У пациентов высокого риска целевой уровень меньше, чем 2,5 ммол на литр. И опять же, снизить как минимум на половину. У пациентов умеренного низкого риска целевой уровень холестерина липопротеидов низкой плотности меньше 3 ммол на литр. И мы должны стараться этого достичь. Как? Не всегда мы этого можем достичь обычными способами, и в дальнейших презентациях об этом будет сказано, но это очень важно. Почему мы этого не делаем? Нет ответа на этот вопрос, поскольку даже у пациентов, получающих терапию, как сказано на этом слайде, сохраняется значимый остаточный риск, потому что мы их лечим недостаточно активно. Я часто вижу пациентов, которые перенесли много инфарктов, у которых очень высокий риск, у них сахарный диабет, у них гипертензия, у них стентированная коронарная артерия. Они получают 5 мг статина, они получают 10 мг статина. Я не знаю, почему мы боимся давать пациентам полную дозу статинов. Да, другой вопрос, что не у всех пациентов это возможно. Не у всех пациентов статины эффективны, или они их нормально переносят. Но это другой вопрос. По крайней мере, мы должны этих пациентов лечить. Мы видим, что практически во всех исследованиях у пациентов гораздо меньше предотвращенных событий, к сожалению, чем остаточных событий. С чем это еще связано? С тем, что что происходит? Мы, кардиологи, назначаем пациенту препараты, если у них проблема, кому они приходят, опять же к нам. Ну, мы говорим, ну, значит, надо было дать больше статинов, надо было лучше снижать давление, надо было давать антитромботическую терапию, скажем, при фибрилляции предсердия. Потому что мы сами оцениваем свои результаты. А мы любим про себя говорить, что мы что-то сделали или не так? Наверное, нет. А вот очень интересное исследование, совсем из другой области, фибрилляция предсердий. Вот если к нам пришел пациент, и мы ему не назначили адекватную терапию, то потом с инсультом он попадет не к нам, он попадет в нейрореанимацию или в реанимацию. И вот статья, написанная нейрореаниматологом из Канады, который проанализировал, это довольно свежая статья, 2009 год, мы уже все знали про антитромботическую терапию, может быть, у нас не было всех новых антикоагулянтов, которыми мы сегодня можем пользоваться. Тем не менее, пациенты, которые поступали с эмболическим инсультом на фоне фибрилляции предсердий, только 10% пациентов получали варфарин в терапевтической дозе, 30% получали варфарин и имели МНО меньше 2, 30% получали один антиагрегант, скажем, аспирин, еще 30% вообще ничего не получали. И только 10% лечились правильно. О чем это говорит? Врачи не знали, что надо назначать кардиологи? Конечно, знали. Назначали? Не назначали. Это вот когда другие оценивают наши результаты. И, к сожалению, это гораздо правильнее, чем ситуация, когда мы сами себя оцениваем. Поэтому мы должны очень активно заниматься проблемами снижения холестерина, поскольку это один из самых главных факторов, который позволит снизить и заболеваемость и эшемической болезнью сердца, и главное смертельное осложнение. Поэтому хотел бы заключить с словами Билла Гейтса, который вообще, все его ассоциируют с компанией Microsoft, но, конечно, он в жизни сделал гораздо больше, чем это. И вот в этом году у нас в декабре будет большой конгресс Киптауни, он будет, в общем, делать презентацию своих африканских проектов, где он снижает, где он вкладывает гигантские деньги в снижение заболеваемости малярии и различными инфекционными заболеваниями. Но он сказал, что главное достижение человечества не в открытиях, а в том, как эти открытия используются. Поэтому, имея сегодня огромный арсенал препаратов, если говорить про холестерин, лепит снижающих, мы им не пользуемся. Это касается антитраватической терапии, гипотензивной терапии и терапии по лечению сердечной недостаточности и так далее. У меня все. Спасибо большое.